Впервые Национальный университет Одесская юридическая академия провел День открытых дверей в новом формате. Студенческий кампус наполнился школьниками и их родителями, а те, кто не смог посетить ВУЗ, подключились к прямым трансляциям на официальных страницах в социальных сетях Instagram, Facebook, а также YouTube. Тысячи молодых амбициозных людей стали участниками этого события. День открытых дверей как нельзя лучше познакомил абитуриентов с ведущим ВУЗом страны. Они пообщались с президентом университета, академиком Сергеем Киваловым и получили уникальную возможность почувствовать себя студентами. Юноши и девушки оценили все достоинства материально-технической базы, познакомились с достижениями в IT-сфере, узнали о перспективах международного сотрудничества, гарантированном трудоустройстве и обо всех новшествах вступительной кампании. Своими впечатлениями от посещения лидирующего ВУЗа будущие студенты поделились с корреспондентами телеканала «Репортер». В актовом зале Национального университета Одесская юридическая академия нет свободных мест. Амбициозная, целеустремленная молодежь и их родители посетили День открытых дверей ведущего ВУЗа страны. Этот День открытых дверей ждали так, как, пожалуй, никогда за все время существования университета. Карантинные ограничения сделали непосредственное человеческое общение роскошью. Поэтому эта встреча, представившая, наконец, возможность лично увидеться с будущими студентами университета – большое и важное событие. Для руководства ВУЗа преподавателей это возможность рассказать о перспективах, ответить на вопросы абитуриентов и их родителей. А для самих старшеклассников это лучший способ своими глазами увидеть, что представляет собой университет, что значит быть студентом Национального университета Одесская юридическая академия и какие возможности это открывает. Гостей Дня открытых дверей приветствовал президент ВУЗа, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов. У нас есть опыт подготовки специалистов. Ну, помимо юриспруденции у нас открыты еще новые специальности непосредственно. Это и политология, социология, психология. Факультет журналистики блестящий. И самый последний факультет, самый молодой факультет, в котором мы открыли факультет кибербезопасности и информационных технологий. Вы знаете, этот факультет имеет большую перспективу в будущее. Мы собрали лучших преподавателей. Основная масса студентов, которые приезжают к нам из всех уголков Украины, Конечно, они поступают на юридические специальности. Факультет адвокатуры. И само название ясно, что мы готовим будущих адвокатов, будущих защитников. Административно-судебный факультет готовят судей в перспективе. Факультет, допустим, международных правовых отношений готовят дипломатов. То есть те, кто выбрал наш университет, они будут иметь возможность учиться и получить ту специальность, которую они выбрали. Еще. Они будут иметь возможности в рамках университета. Вот он поступил, допустим, на факультет психологии. А потом после факультета закончил первый курс и говорит, вы знаете, я все-таки думаю, что я хочу быть дипломатом. Мы его можем перевести на факультет международных правовых отношений. Тем не менее, в связи с непростой эпидситуацией, на дне открытых дверей смогли присутствовать далеко не все желающие. Но руководство вуза сделало все для того, чтобы каждый имел возможность поближе познакомиться с университетом. Прямые трансляции велись на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube, а также на нескольких телеканалах. По статистике у нас, в принципе, рекордное количество просмотров. Практически 6 тысяч человек единый момент насмотрят нас в прямом эфире. Это очень важно. Более того, хочу подчеркнуть для тех, кто не успел приехать на день открытых дверей, не успел подключиться к римовому эфиру. У нас на сайте есть, наверное, уникальный такой проект, единственный в Украине. Это 3D-тур по нашему университету. Вы спокойно можете зайти на сайт и ознакомиться со всей инфраструктурой нашего университета полностью в таком 3D-формате. Более того, хочу подчеркнуть, что действует уже сейчас в Национальном университете Одессской юридической академии консультационный центр онлайн. По телефону 719-88-00, либо на всех соцсетях и сайте вы можете задать любой интересующий вас вопрос, обратиться в этот центр. И фактически он окажет любую информационную услугу. А с момента подачи документов, это с 1.07, мы готовы полностью обеспечить весь процесс подачи документов, регистрации в электронном кабинете и так далее. Для вас обращайтесь к нам и уже станете студентом нашего университета. Трудоустройство выпускников – это задача номер один для ВУЗа. Национальный университет Одесская юридическая академия заключил договора о сотрудничестве с Национальной полицией Украины, Министерством внутренних дел, Министерством юстиции, Национальным антикоррупционным бюро, Государственным бюро расследований, а также ведущими адвокатскими объединениями, нотариальными конторами и крупнейшими IT-компаниями. Вот сейчас нет государственного распределения. К сожалению, нет государственного распределения. Я помню, еще 6-7 лет назад мы распределяли, приезжал генеральный прокурор, министр юстиции, с других ведомств приезжали и забирали сразу студентов и трудоустроили. Сегодня, к сожалению, этого нет, но система эта осталась. Вот Министерство юстиции до сих пор у нас договорные отношения. Исполнительная служба, они берут сразу, саму юстицию берут сразу наших выпускников. Они объявляют конкурс, но всегда в этих конкурсах побеждают наши студенты. В Национальный университет Одесская юридическая академия приезжает учиться молодежь со всех уголков Украины. 90% студентов – иногородние. Именно для них были созданы 9 комфортабельных общежитий. Также реализовали проект «Зеленый университет». В общежитиях установлены солнечные коллекторы. Это позволяет круглый год обеспечивать здание теплом и горячей водой, независимо от отопительного сезона в городе. Одесское областное отделение Комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины дважды признавало Национальный университет Одесская юридическая академия одним из самых спортивных университетов страны. На базе университета создан Центр культуры, где студенты могут проявить свои таланты – актерские, вокальные, танцевальные. С личного приклада хочу сказать о том, что студентские уроки – это самый яркий и независимый час в жизни каждого человека. И саме в стенах нашего университета студенты, наши будущие студенты-абитуреенты, матимуть смогу не только отримать качественно высококвалифицировану освоту, но и еще и развиваться и развиваться. И в этом поможет и студентская рада, и правком нашего университета. И основным ключевым моментом, конечно, это, что словарь и речения студентов действительно занимает вагоме значения в жизни нашего университета, оскільки мы членами ученой рады та трудового коллектива. И саме мы вырешиваем и принимаем наиважливейшие такие решения, что стосуются питань и наукового, и культурного, и духовного, и спортивного нашего розвитку загалом. Отметим, что коронакризис не застал врасплох Одесскую юридическую академию. Весь период карантина университет активно работал. В Одесской юрокадемии уже свыше 10 лет успешно работает система онлайн-обучения. Например, педагоги кафедры иностранных языков номер один разработали авторский курс видеолекции изучения юридического английского языка. Таких курсов больше нет ни в одном украинском университете. В юрокадемии проводили Дни открытых дверей онлайн, на которых знакомили всех желающих со своими факультетами. Во время карантина университет регулярно проводил конференции на базе платформы Zoom. Студентами университета был разработан специальный телеграм-бот, который рассказывает о преимуществах обучения в Одесской юридической академии. Гид по университету – это первое в Украине мобильное приложение, а также уникальный помощник студента и преподавателя – электронный чат-бот, который работает в Фейсбуке. Это все авторские разработки в сфере IT студентов и преподавателей университета. В связи с этим большую популярность приобрел самый молодой факультет – факультет кибербезопасности и информационных технологий, где не так давно была открыта инновационная лаборатория робототехники и специализированная лаборатория KeepSolid – крупнейшей IT-компанией. Я в принципе люблю такие компьютерные технологии, но я считаю, что именно в этой академии максимально хорошее образование и техническое обслуживание. Национальный университет Одесская юридическая академия приступил к подготовке по специальности филология на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. В прошлом году был осуществлен первый набор на новую специальность. Результат превзошел все ожидания. На первый курс поступили более ста человек. Уже с первого курса у студентов Одесской юридической академии есть уникальная возможность получить практический опыт. Многие будущие юристы проходят практику в юридической клинике. На самом деле у меня в этом университете учится моя близкая подруга. И я слышал ее рекомендации. Я не раз был уже на открытых дверях в вашем университете. Поэтому мне нравятся условия, мне нравятся различные мероприятия, которые организовывает ваш университет. Это завоевывает мое доверие. После окончания торжественной части и концерта от воспитанников Центра культуры все абитуриенты вместе с деканами и преподавателями отправились на экскурсию по самым выдающимся локациям университета. Старшеклассники ознакомились с уникальной коллекцией музея редкой книги. Побывали в крупнейшей в нашей стране научной библиотеке, количество наименований которой составляет более миллиона. Масса впечатлений у будущих студентов осталась от музея оружия, а также пневматического и боевого тира. Абитуриентам даже представилась возможность самим испытать свою ловкость и меткость. В первой мишени зеленой, чтобы было видно. В зеленой первой. Меня привлекло то, что лекция, которую рассказывали, было очень увлекательно и музеи очень интересно рассказывали. Будущие студенты также посетили центр тестирования на полиграфе, который оборудован современными детекторами лжи. Один из них представляет модель, которая на сегодняшний день задействована во всех стратегических объектах США и даже в Пентагоне. Такой подарок Одесская юридическая академия получила от самого владельца компании-производителя «Оксетон». Мені сподобалась екскурсія на полиграфі, саме як чудово та правильно розповідали про де, як я застосовуюсь. Я хочу пойти на правоохранительную деятельность. Я уже очень давно об этом думала. И в Инстаграме я подписана на эту групу. Я решила, что надо воспользоваться этим шансом, потому что я уже очень давно это хочу. Я хочу поступить на социально-правовый факультет. Мне очень интересно это, завлекает. Очень много отзывов, что хороший факультет. На выбор многих абитуриентов также влияет тот факт, что в Украине социологи, политологи и психологи входят в топ-10 по уровню заработной платы. Качественное образование и удобные условия для обучения. Узнал, потому что в школе рассказывали, и у нас преподает учитель, который преподает и здесь также. Еще одно перспективное структурное подразделение университета – юридический колледж, куда можно поступить как на базе 9, так и на базе 11 классов, если вдруг возникли проблемы со сдачей внешнего независимого оценивания. Это шанс для абитуриентов не терять год, а проучившись в колледже, затем стать полноценными студентами университета. Хотим поступать в колледж, так как у меня уже старшая дочка занимается в колледже, на первом курсе. Мы очень довольны, то есть, как преподают, то есть, самообразование, да, у нас вот был зум, я лично, то есть, как бы слышала, как ответственно педагоги, то есть, все очень так серьезно, ну, в общем, с уважением. Ну, дочка у меня просто бежит, вот занимается, и вот сын, видя ее желание, настрою, вот тоже хочет поступить. Перспективные условия и у молодых журналистов. За самых трудолюбивых и талантливых идет борьба между одесскими и столичными СМИ. Телевидение, радио, печатное и интернет СМИ становятся базами практики, а впоследствии и постоянными местами работы студентов и выпускников. Я хочу на журистику. Почему именно этот факультет? Ну, мне кажется, что это очень интересно и много возможностей. 15 лет подряд в университете действует уникальная программа, благодаря которой студенты с первого курса могут выбрать язык обучения – английский, немецкий, французский. Также действуют курсы обучения на испанском и итальянском языках. Студенты имеют возможность посещать лекции приглашенных преподавателей из ведущих университетов Европы и США, а также практикующих адвокатов и судей из-за рубежа. Мне нравится право, это во-первых. Во-вторых, я изучаю английский еще с первого класса, также хожу на дополнительные уроки. Такой насыщенной для абитуриентов выдалась последняя суббота зимы. Выбрав именно этот вуз, молодежь получит не только полезное и разнообразное времяпровождение, но и обретет уверенность в будущем. В Национальном университете Одесская юридическая академия не стоят на месте, и студенты здесь развиваются вместе с самим вузом. В этом симбиозе постоянного прогресса и кроется разгадка успеха университета вот уже на протяжении почти 24 лет.